Добрый день, спасибо за участие в нашей передаче. Зураб, мы будем на ты, чтобы не официализировать эту беседу. Разумеется. Мы с тобой встречаемся, к сожалению, не в самый лучший и радостный момент. На Руставели идут митинги, акции протеста, 300 человек пострадавших, задержанных очень много. Грузия требует перемен, Грузия требует уважения. Но мы, наверное, коснемся главной темы, которая сейчас очень сильно раскручивается в России. Темы двухсторонних отношений. И первый вопрос, который я хотел бы задать, он такой очень банальный, дурацкий. Насколько для тебя, например, лично было чем-то очень удивительным реакция грузинского общества в четверг, когда российская делегация Госдумы приехала в Грузию? Потому что в России все удивились и не поняли, почему грузинам что-то не нравится. Почему грузинам что-то не нравится в твоем лице? Меня не удивила совершенно эта реакция. У меня она у самого была ровно такая же, как у всей этой молодежи, которая собралась в основном молодежь на площади, на Руставели перед парламентом. В России не понимают, потому что в России практически не знают, очень мало кто знает. Суть проблематики нынешних взаимоотношений между нашими странами. Почему? Что именно не нравится грузинам? А грузинам не нравится многое. Грузинам не нравится, что часть их страны оккупирована российскими войсками. В России продолжается ползучая аннексия грузинских территорий. И этого в России не освещается, этого в России не знают простые люди, даже которые, возможно, прекрасно настроены по отношению к Грузии. Они просто этого не знают, поэтому их удивляют. Что же такого? Что случилось? Для грузин это оскорбительно. Во-первых, что депутата, коммуниста православного, не верю, что я произношу это сочетание, коммуниста у нас, ты знаешь, у нас коммунизм запрещен в стране. У нас коммунистическая партия и символики запрещены. Во-первых, что его пустили в страну, особенно зная весь бэкграунд, он не раз и не два высказывался, по сути, против грузинской государственности и напрямую нарушал грузинское законодательство. И его не только пустили в страну, но и позволили ему выступать в здании парламента в кресле спикера парламента, в главном кресле грузинской политики, на главном месте грузинской политики сидел православный коммунист. Ну, это про кресло, потому что как раз вот это кресло очень сильно раскручивается везде, вот сел в кресло. Или все-таки это какой-то продолжительный процесс, который влиял на настроение грузинского общества? По-моему, это немножко важно разделять и не делать такого акцента на кресле, как ты считаешь? Конечно нет, это искра просто, это повод. Это повод, он просто достаточно ярким и... Ну вот, часто звучит формулировка последнее не, да, это плевок в лицо грузинскому обществу. Со стороны, не со стороны депутата Гаврилова. Он, по сути, есть никто и звать никак. Он уехал и забыли о его существовании. Со стороны своего правительства такое устроить, хотя значимость никто не преувеличивает, значимость самого произошедшего этого факта. Это действительно копилось, недовольство правительством и тем, как оно в том числе выстраивает взаимоотношения с современной Россией. Слишком много было случаев, когда приезжали вот так вот из России люди, которые, ну, откровенно, не знаю, бизнесмены, политики, кто угодно приезжали, которые, ну, действительно совершенно неуместны здесь, исходя из их политических войсков. Вот ты говоришь слово «неуместны» и вот эти все слова, которые, опять же, наверное, многими поняты не будут, поэтому давай, чтобы было понятней. Ты жил много лет в России, очень много лет жил в Москве. Для тебя, ну, ты все-таки из Грузии, но все же там у твоего окружения последние годы, уже после войны восьмого года, насколько вообще тема Грузии кому-то там интересна была? И если тебя спрашивали вдруг, что за проблема, а что как? Вот как бы ты объяснил любому своему другу, приятелю, что такое происходит и часто или не часто, что ты говоришь слово «неуместно». Почему? Ну, неуместными я считаю персонажей, которые, как бы сказать, из путинской системы, служат ей и поддерживают ее. Такие люди, на мой взгляд, в Грузии и вообще в приличном обществе не умеют. Почему? Вот ты сидишь с другом в кафе, и он тебя спрашивает, да все понятно, Путин, окей, там, не демократично, тираны, диктаторы, но грузины, что вы хотите, почему мы вам проблема, что мы вам сделали? Вот, что сделали, объясняю доходчиво, виртуальному другу. Во-первых, два военных конфликта на территории Грузии обернулись. Я не пытаюсь перенести вину за эти конфликты полностью на Россию или на Владимира Путина. Но то, что они не разрешены до сих пор, эти конфликты, это полностью и целиком вина российского правительства и Владимира Путина, потому что это ему невыгодно, ему выгодно, чтобы они были в таком замороженном состоянии и ничего никуда не двигалось, беженцы не возвращались, эти регионы не обсуждали с Грузией напрямую ничего. Почему? Потому что они выгодны как рычаги давления на Грузию и барьер к вступлению в Грузию, допустим, в Евросоюз и НАТО. И если для кого-то где-то в России это что-то далекое, какие-то геополитические игры, для нас это ежедневная жизнь. Это 350 тысяч беженцев, я из их числа сам, людей, которые не могут вернуться к себе домой. Вне зависимости от того, как, на каком уровне обсуждается статус этих регионов, это совсем другое. Можно его обсуждать, можно спорить, можно договариваться, но переговорного процесса не идет. Владимир Путин все время говорит, давайте между собой общайтесь, договаривайтесь. Говорит-то он много. На самом деле Россия это стена, железобетонная стена между нами и на пути у возможности как-то договариваться. Почему? Потому что миротворцы Путина, никакие не миротворцы. Абхазия и Южная Осетия превращены в одну большую военную базу. И все. И никакого диалога не ведется. Никакие, не подталкиваются никакие силы в этих регионах к диалогу. Ни на международном уровне, ни на прямом уровне. Этого не происходит. Это невыгодно России. И этого пока, пока не захочет этого Россия. Исполнить роль взятую на себя, самолично, добровольно. Никто не просил этого. Роль добровольца, настоящего только добровольца и миротворца. Нигде, где Россия, путинская Россия объявляет себя миротворцем, нигде мира не творится. 2008 год. Ты где был? В Москве был? В Москве был, да. Вот ты сейчас сидишь в Белиси, патриотически что-то говоришь. В 2008 году, после войны. Почему не уехал? Это раз. Два, наверное, тебя спрашивали, потому что ты все-таки грузин. Про конфликт, про войну. Тоже чего объяснял друзьям? Как отвечал на вопрос? У меня друзья, к счастью, разумные, адекватные люди. И они слушают, когда им говоришь. И когда им объясняешь сложность ситуации. И уж тем более, мне просто посчастливилось, что в моем дружеском кругу не верят телевизору. И тому, что оттуда несется. Но большинство россиян тогда точно поверили. Ну да, в этом большая проблема и большой успех этой машины госпопаганды путинской. Потому что она охватывает большинство людей. Люди получают информацию из этой машины. И люди этой информации так или иначе кто-то меньше, кто в большей степени верит. И люди реагируют эмоционально. Другой информации у них нет. Ну вот полтора месяца до 11 годовщины войны 2008 года. Сейчас, может быть, после трех лет в Грузии, прожив опять вернувшись. Как ты в двух словах объяснишь причины и результат последствия войны 2008 года? Причины и результаты? Результатов пока нет. Результаты Южная Осетия стала очередной подвешенной в воздухе банановой республикой. Которая, да, Россия, большое государство, признала независимость. На самом деле это признание независимости, разумеется, какая-то абсолютная филькина грамота. Поскольку она ничего не дает. Она не дает фактического статуса независимого государства и какой-то роли, места на карте международной. И, наверное, никогда не даст. Почему? Потому что, я не знаю, что будет через сто или через тысячу лет, разумеется. Но факт, есть факт, изолированные регионы, которые лишены всякого доступа и контакта с нормальным миром и зависят исключительно от... Извини, тебе на это говорят. Зураб, мы помогли несчастным осетинам, по которым стрелял злобный Саакашвили. И тебе это скажут и сейчас, в 2019 году. Конечно. Вот аргумент твой. Аргумент, что это неправда. А правда? Правда в том, что старательно и тщательно спровоцирован был этот военный конфликт. Стрельба. Понимаете, когда один человек дал другому пощечину, надо также учитывать тот факт, что первый до этого, скажем, на протяжении получаса швырялся в него тлеющими бычками, например, и спровоцировал эту ответную реакцию. И я, чтобы было понятно, я против любого военного решения, любого конфликта. Я против любой стрельбы. Я, моя семья, мы были против этого в свое время, в 1992 году в Абхазии. И не поддерживали решения силовыми методами решать проблемы тогдашнего правительства Грузии. Но вместе с тем надо видеть всю картину. И вот этим отличается информация от пропаганды. Стрельбу не начали в Южной Осетии. Вот в чем правда. Стрельбу не начали грузинские полицейские или грузинские военные в Южной Осетии в 2008 году. Они на стрельбу ответили. И здесь необходимо обсуждать степень и вины обеих сторон, и степень, уровень реакции. Какая это была реакция. Адекватная ли она была, соразмерная, или она была излишняя, чрезмерная и так далее. Но нельзя просто так взять и придумать историю. К сожалению, в той же моей родной Абхазии придуманная история уже стала фактом, достоянием. По крайней мере, в России, в Абхазии это стало историей. Но она, к сожалению, состоит из вранья процентов на 90. И поэтому очень трудно объяснять. Да, я объясняю каким-то своим друзьям, рассказываю историю. Как, откуда взялся конфликт, как он проходил, чем он закончился тем промежуточным, как я надеюсь, итогом. Да, мои друзья меня слушают. Но это несколько человек, может быть несколько десятков, несколько сотен человек, которым я это сумел рассказать. Ну, допустим, благодаря моим, я не знаю, соцсетям, несколько тысяч человек об этом узнают. Сейчас мы к твоим соцсетям вернемся. Абхазия, ты говоришь, что ваша семья оттуда, вы бежали, как все остальные, когда была война. Ну, грубо говоря, да, после войны я был с первого до последнего дня в Абхазии. И когда, во время перемирия, я подчеркиваю. Почему не во время войны, когда вся общая волна была беженцев? Ну, во-первых, самая главная волна была в последние дни во время штурма, во время перемирия. Когда это тоже, никто этого не знает, никто об этом не говорит. Уж насколько негативным мое отношение было всегда к тогдашнему правительству Грузии, к правительству Эдуарда Шеварднадзе. Но он условия перемирия выполнил, выполнял. Он выводил войска, демилитаризировал Сухуми и выводил тяжелое вооружение и ввел переговорный процесс. И мы все надеялись, что ну вот оно наконец-то пошло, наконец-то наладилось. Мы разоружаемся, мы прекращаем стрелять, мы выводим войска, садимся вместе при поддержке взявшей на себя роль миротворца России. Мы сядем за стол переговоров и договоримся. И тут, во время этого перемирия, при активнейшей поддержке российских войск, потому что это даже не смешно, когда россияне сейчас говорят, что это была российско-абхазская война или российско-осетинская война. Грузина. Ой, простите, грузино-осетинская или грузино-абхазская война. Естественно, никакой авиации, никакого тяжелого вооружения, никаких градов, никакой Абхазии быть не может, естественно, и никогда не было. Так кто ж, спрашивается, тогда обстреливал мой родной город целую зиму из этих, бомбил самолетами и обстреливал из градов? Кто? Это инопланетяне были или это купившие, обменявшие бартером на мандарины абхазские ополченцы это сделали? Или госдеп. Или госдеп, это все. Тогда не было, да. Не была такой популярной эта отмазка. То есть войска бомбили всю зиму, да, ваш город. И когда было перемирие, ты уехал? Нет, когда было перемирие, мы не хотели, ты спросил, почему мы не уезжали. Я никогда не хотел, да, мне тогда было 15 лет всего, я никогда не хотел, не представлял себе, что я уеду из родного города и никто из нас не хотел. Мы хотели мира. Вы считали себя частью Грузии или нет? Да, мы считали себя частью Грузии. В Абхазии это достаточно сложный вопрос, поскольку до того момента был Советский Союз. Но, конечно, мы считали себя частью Грузии, потому что это была автономная республика в составе Грузии. Подавляющее большинство населения грузинское. Я даже не скажу грузиноязычное, потому что в Абхазии абсолютной нормой были грузины, не говорящие по-грузински и абхазы, не говорящие по-абхазски. А русский в основном говорили? В Абхазии всегда был язык разговорного общения, универсального общения, всегда был русский, но это своеобразный русский. Он чем-то похож на одесский, вот этот вот сленговый русский, с огромным количеством естественно грузинских, абхазских, турецких, греческих слов. Такой, своеобразный русский, но все-таки русский. И в гораздо большей степени, чем, например, в Тбилиси. Это в Тбилиси грузины, армяне, все всегда говорили на грузинском, русские. Здесь универсальный язык общения всегда был в грузинском. В Абхазии было не так. И поэтому тоже это достаточно сложный, очень многонациональный регион. И такого доминирующего отношения и понимания, что нет, вот никакой Абхазии не существует, вы Грузия, сидите помалкивайте. Такого не было, за исключением, разумеется, и с той, и с другой стороны. Ура, патриоты, националисты, они, конечно же, как только Советский Союз развалился, они, естественно, сразу пытались использовать это в свою сторону. С обеих сторон. Ну, то есть, я так понимаю, с 92-го по там, 2013-й ты жил в России? Да, я жил в России 22 года, да. Я понял. После войны 8-го года почему не уехал? Ну, я не мог уехать чисто технически. Все дело в том, что я временами, длительными отрезками, скажем так, жил в России фактически нелегально. Потому что у меня были проблемы с документами, я был лицом без гражданства, у меня не было… Успешно работая комментатором и… Представь себе, да, это сейчас, надеюсь, у моих бывших работодателей не будет из-за этого проблем. Дай бог, да. Вот, ну да, я… Мне всегда приходилось выкручиваться. Никогда я не был официально оформлен нигде. И для того, чтобы элементарно зарплату получать, да, что-то приходилось придумывать, выдумывать какие-то договоры с третьими лицами и так далее. Ну да, да, я работал фактически нелегально в России на протяжении очень-очень долго. Смотри, я надеюсь, что, в принципе, твои ответы на эти вопросы какую-то информацию дадут. Сейчас пошла вот эта волна абсолютно истерическая практически по поводу событий в Грузии, протестов. А с обеих сторон какие-то есть, ну, с российской стороны там полный, как-то сказать, шквал не совсем соответствующей реальности информации. Ты написал недавно пост, который вызвал большую бурю эмоций у многих людей. Там какие-то тысячи лайков, репостов и всего на свете. Пост касался вот этих как раз протестов. Больше всего людей, которые потом тебе писали, спрашивали, комментировали, они понимали реальность происходящего или у них был негатив в твой адрес? В основном был негатив, конечно, да, потому что люди видели лозунги, написанные на плакатах, да, там в негативном ключе упоминается Россия, да. И люди, конечно же, я их понимаю, они принимают это на свой счет. Давай скажем, лозунг, в основном, который раскручивается, это факт Раша. Это была фотография, она пошла, это нехорошо, ну что делать. Пошла везде вирусом, ее все видели. Ты, например, как относишься к этому лозунгу сам? Я считаю, объясню, я считаю, что не стоит использовать такие формулировки, потому что они, таким образом, мы льем воду на мельницу путинской пропаганды. Мы помогаем им представить себя русофобами. Нигде не было розунгов «Fuck Russians», например, да, нигде никто не говорил русским туристам, не плевал в спину, не говорил, убирайтесь, зачем вы сюда приехали, или не туристам, да. Ну, я тоже поясню, на всякий случай, потому что «Fuck Russia», когда пишут в Грузии, это вообще не имеется в виду россияне, это имеется в виду российское правительство. Конечно, безусловно. Государство как институт власти, даже не институт, а вот эта власть конкретно, там, привет Владимира Владимировича Путина передают для аудитории. С твоей точки зрения, есть ли в Грузии русофобия, есть ли вот эти все рассказы, которые мы сейчас смотрим в российских новостях, что антироссийские настроения резко возникли и вообще небезопасно ехать и так далее, запреты на перелеты. Насколько, на твой взгляд, это все какой-то бред или действительно, может быть, кому-то небезопасно сейчас проезжать? Нет, конечно же, ничего не изменилось в плане безопасности для российских или каких-либо других гостей из других стран за последнюю неделю, никак не изменилось ничуть. Настроения антироссийские, если они у кого-то есть, он их и сохранил. А в большинстве своем, тебе прекрасно известно, нет антирусских, русофобских настроений в грузинском обществе и наоборот. И даже на этих протестных акциях, там, где были вот эти вот все плакаты, эти лозунги, несколько раз спикерами подчеркивалось, что мы протестуем против агрессивной политики России, агрессивной политики российского правительства и государства. Мы не протестуем против русских людей, наоборот, нам бы очень хотелось, чтобы против этой несправедливости русские люди вместе с нами протестовали тоже. И чтобы они задумывались, и при этом мы не строим, я не пытаюсь сейчас представить всех такими зайчиками пушистыми. Я наоборот, я хочу, чтобы русские люди задумались, россияне задумались, почему такая реакция вообще есть, подумайте об этом. Вы тоже несете ответственность за это. И когда вы видите, что дело дошло до лозунгов «Фак Раши», вы подумайте о том, почему так дошло, почему это случилось. Да, это, наверное, некорректная формулировка, но грузинский народ, грузинская молодежь в особенности, имеет огромное количество поводов и причин для того, чтобы быть раздраженными и недовольными Россией, россиянами тоже. Я это всегда говорю и своим друзьям. Да, частично вы тоже несете за это ответственность. Разумеется, а как иначе? Это российское государство, оно населено россиянами, и не получается так, что сегодня дядя Вова Путин вас бомбит, а завтра мы приезжаем к Кинзмарауле Тинандали, шашлык-машлык, и давайте не будем говорить о политике. Для вас это политика из телевизора, а для нас это ежедневная жизнь. Похищенные люди на оккупационной линии, захваченные села и несчастные граждане, которые живут... Ну и важно еще раз повторить, что то, что ты говоришь сейчас, похищенные люди, передвижение этих колючих проволоков, это не восьмой год, это сейчас. И это даже не в Южной Осетии и в Абхазии происходит. Это продолжается, даже те границы, которые сам определил в этом регионе Владимир Путин, сам установил и поставил там свои пограничные столбы, свою колючую проволоку, своих солдат, не позволяете таким образом нам решать этот конфликт, мирным путем решать. Даже эти границы он нарушает ежедневно. Вот смотри, ты сейчас все это говоришь, у тебя доставились, я не знаю, родственники, бизнесы, что-то в России. Это не опасно это все говорить? У меня опасно, как выяснилось. Я, понимаешь, родственники, друзья у меня, конечно, остались, их довольно, разумеется, их большое количество. Бизнесов, недвижимости или ничем, я не владею в России, ничего мне там не принадлежит. Писали, что у тебя бар там есть. Да, я открывал бар со своими друзьями 7 лет назад, но я уехал 4 года назад. И это уже, да, это просто бар, который я со своими друзьями когда-то основал. Ну, уже ты там не совладелец или что-то? Я никак не фигурирую. И, тем не менее, этот бар сейчас атакуют. Атакуют интернет-тролли, пишут доносы, Роспотребнадзор, я не знаю, куда там милицию, полицию, ФСБ. Что, что, неправильно стол протерт или что? Что, давайте покажем этому русофобу Кузькину мать. А, вот прям вот так? Конечно, да. Призывает открыто человек, известный своими доносами, который писал доносы на моих друзей-журналистов не раз. Илья Ремесло, есть такой человек, член общественной палаты, юрист, у которого целая фабрика троллей. И он писал доносы на моих коллег и друзей в свое время, которые лишились из-за этого работы на спортивном телевидении. Почему? Потому что им случалось высказываться негативно в адрес Владимира Путина и его политики. Да, немножко как-то это звучит. Похоже на Советский Союз. А сейчас в данный момент что, у них реальные проблемы у этого бара, владельцев? Да, реальные проблемы, к сожалению, я написал своим ребятам. Простите меня, что я так невольно вас подставил. Я везде написал и сказал, что меня там нет, ничем я там не владею. Это совершенно другие люди посторонние, которые даже не знали об этой ситуации. Они мне не посторонние, они мои друзья. И я, конечно же, огорчен тем, что им пишут, там обрушили оценки в TripAdvisor, в Фейсбуке, в Гугле. Неважно, пишут, что там все отвратительно. Проблема в том, что этот несчастный доносчик даже не удосужился проверить. Как Владимир Путин машет дубиной и наказывает этими закрытыми перелетами несчастных людей, ни в чем не повинных, которые купили себе билеты, путевки и хотели отдохнуть с детьми, с семьями. Вот он их наказывает за что-то. За то, что здесь кто-то написал факт Путина или что-то в этом духе, написал на протестные акции. Так же и этот человек, вот абсолютно плод от плоти путинского режима. Он даже не проверил эту информацию, что меня там нет. Что он наказывает совершенно ни при чем людей, не причастных к моей политической позиции. Им просто не повезло быть моими друзьями и когда-то вместе со мной открывать бар. К слову, очень хороший бар. Ну давай передадим тогда этому, как его зовут, господину Ремесло, что это не твой бар. И если он хочет как-то тебе выразить свое мнение, пусть выбирает более прямые методы, как это делать. А уж пусть позвонишь. Прямые методы там уже мне написали, что что только не написали. Что ФСБ до меня доберется и здесь. А тебе угрожают? Ну конечно. Через соцсети? Ну конечно. Ну это все чепуха, конечно, ерунда. Это все эти тролли. И сильно я сомневаюсь, что Путин отправит шпионов ради такой мелкой фигуры, чтобы мне новичок подливать в лимонад. И я недостаточно серьезная фигура для этого. И товарищ Ремесло со своими доносами тоже недостаточно значимая фигура. Ну смотри, вот мы столкнулись сейчас с этой ситуацией, этими протестами, этими наконец-то в России начали говорить о Грузии. К сожалению, не совсем правдиво, как обычно. Ты видишь какую-то, ты жил сколько, больше 20 лет, наверное, получается, в Москве. Да, со всеми общался, знаком. Ты видишь какую-то, не знаю, попытку разрешения этой проблемы хотя бы на уровне межчеловеческом, чтобы в России поняли, что на самом деле происходит. Заинтересовались, поняли и Грузия, и Россия однажды, может быть, уже не будет там Путина, ну каким-то образом всех когда-то не будет, не будет этой власти. Но на мой взгляд, например, то, что я сейчас слышу из России, будет Путин, не будет Путин, всем наплевать и не понимают. Ты видишь, как с этим бороться и надо ли, и что делать вообще? Надо рассказывать, стараться доносить информацию правдивую для людей, что мы и делаем. Потому что те люди, вот теперь их будет меньше, к сожалению, которые приезжают сюда, они видят своими глазами, они общаются с местным населением, с нами, они говорят, они понимают. Потому что когда человек видит ничто, это не заметит. Когда человек видит своими глазами и слышит своими ушами, ему здесь говорят все буквально, что мы против Путина и его режима агрессивного, а не против русских людей просто потому, что они русские. Я сам русский, мне мама русская. Я не могу быть русофобом по определению. И таких много. Как нам двигаться в сторону, не знаю, мира? Развивать в России гражданское общество, которое рано или поздно само победит этот режим и изменит курс страны. Опять или впервые к развитию демократизации, объединению с Европой, с миром, с другими государствами, примирению с соседними государствами. Это гражданское общество рано или поздно задумается, почему все соседи плохие и все сговорились против нас. И вообще все плохие. Да. Но это же нелогично. Не может же такого быть. Чтобы все вдруг почему-то заразились каким-то вирусом русофобии и гадят. Вот именно собрались все вместе и договорились гадить России именно потому, что не любят русских. Это же абсолютная чепуха. Ну я уверен, что нас с тобой именно в этом и обвинят после этой беседы. Это можно еще нелогично. Да. Одной из такой топ-тем этой недели и в России, и в Грузии тоже, стала акция одного из баров грузинских, который объявил о том, что именно после протестов, о том, что он повысит на 20% стоимость, 20%, которые оккупированы у Грузии территории, 20% поднимется стоимость для русских туристов, посещающих этот бар. Что с этой историей? В России ее очень мощно раскрутили. Зачем они это сделали? Как ты сам к этому относишься? Я как только об этом узнал, я, во-первых, с ним, я их хорошо знаю, я с ними списался. Мы сегодня с несколькими журналистами, блогерами были у них, чтобы прояснить их позицию. Я с ними дважды встречался после этого. Они прекрасно понимают, что формулировку они выбрали крайне неудачную. И вообще, это неудавшийся такой флешмоб. Да, идея, может быть, где-то изначально была благая, донести до людей, что 20% территории Грузии оккупированы. Совершенно неудачные, на мой взгляд, они выбрали неудачную форму, неудачный визуал. Потому что их разъяснение уже читать никто не стал под картинкой. Да, они на следующий же день удалили эту картинку. А вот картинку все запомнили. Плюс 20% для русских туристов. Какая националистическая история. Это, ну и очень многие, поверь, очень многие написали им, местные грузины, мы все, очень многие написали, что, ребята, что вы делаете? Это чистейшая вода, это выглядит как чистейшая вода сегрегация. Либо как просто какая-то глупость. То есть вы, значит, когда они уже прояснили свою позицию, они это сделали сразу, прояснили, что они не имеют в виду русских туристов, а имеют в виду тех, кто поддерживает политику России в отношении Грузии, политику Путина и оккупацию грузинских земель. Но даже в этом случае, на мой взгляд, настолько не получился у них этот флешмоб. Даже в этом случае я им сказал, я им сказал, ребята, вы же понимаете, как вы выглядите. Либо вы все равно обслуживаете путинистов, но просто зарабатываете чуть больше на них, что никак неправильно. И либо вы написали так, как написали, значит, это сегрегация, это фашизм, который не одобряет никто, никакой здравомыслящий человек, в том числе и здесь. И пытаясь исправить эту ситуацию, потому что я знаю этих ребят, они не фашисты, не нацисты, они не ненавидят русских, ничего такого нет. Это очень милые, замечательные люди, их ресторан очень много социальных проектов очень хороших делает. У них постоянно полно народу из самых разных стран, в том числе и русские, сегодня там были русские. И они к большому моему и своему, теперь уже к сожалению, допустили эту неточность, эту ошибку. И теперь им же и самим приходится это расхлебывать и объяснять, грубо говоря, всему миру, потому что это во всех новостях было, объяснять всему миру, что они не фашисты, они не имели в виду... Вот в грузинских барах, ресторанах русские могут спокойно приходить, кушать, пить, проблем нет. Я могу официально сформулировать свою позицию, как владелец пяти баров в Грузии. Очень хороших. Да, и я... Спасибо. Я могу сказать от себя, вот считайте это официальным заявлением. Часть первая. Те, кто за политику Владимира Путина, не приходите ко мне в гости. Ни 20, ни 120 процентов ваших мнений нужны. Я обращаюсь к тем, кто говорит, а вот мы и вам везем свои деньги. Дело не в деньгах. Дело совершенно не в деньгах. Те, кто поддерживает оккупацию, бомбежку, войну и подобные методы, которые привычны для Владимира Путина. Если вы считаете это нормальным и правильным, и поддерживаете это, вы мне не друзья, и, соответственно, в гости я вас не жду. Те россияне, которые считают, что оккупация, бомбежка, война и аннексия чужих земель – это неправильно, приходите, я лично сделаю вам скидку не в 20, а в 50 процентов и лично налью за счет заведения. Я уверен, я готов сделать это флешмобом, я уверен, к нему присоединятся огромное количество. Хорошо, мы обязательно отрежем это твое заявление и дадим его отдельным роликом. Я тогда прорекламирую. Значит, у Зураба, как я знаю, три бара. Один на винзаводе и два на Башидзе. Это в Ваке очень хороший район. Нет, есть еще два. Да, ну назови, пожалуйста. Блэкдок-бар на улице Асатьяне, 233, и Блэкдок-бар Гудаури, но он сезонный, он работает в земле. Все, вот как минимум четыре бара в Тбилиси, куда вы можете приходить, и лично Зураб вас там встретит, и у вас даже скидка будет, а не плюс 20 процентов, если вы не поддерживаете войну и оккупацию грузинских территорий. Мы это обязательно дадим отдельным роликом, чтобы люди посмотрели. Спасибо тебе большое. Я хотел бы просто, чтобы ты в конце пару слов еще раз сказал для, в первую очередь, граждан России, наверное, потому что грузины и так все, в общем, понимают. Вот эти протесты, вот эти митинги, вот эти, то, что происходит на улицах, насколько... Это такая сложная очень тема, потому что я сам поддерживаю Грузию активно в процессе противодействия, скажем так, российскому влиянию. Вот почему эти люди там, они правы, у них есть моральное право выходить, на твой взгляд, выходить на площадь с плакатом, там, Путин не очень хороший человек, даже учитывая, что он президент страны, его, наверное, выбирает, правда, большинство. Вот почему в Грузии это можно и так должно быть? Ну, потому что, по всем причинам, которые мы описали, потому что он делает, из-за того, что он делает в Грузии, в Украине, я не знаю, в Сирии, потому что он делает в России, потому что он душит свободой права людей в своей стране и в других. Он считает своим правом перекраивать карты, отнимать территорию в других стран. Он считает своим правом или, не знаю, может быть, каким-то святым долгом решать геополитические проблемы других стран. Поддерживает, ну, я не знаю, это какой-то фетиш, поддерживает самых отъявленных упырей диктаторов по всему миру. Он превратил масс-медиа в российские, и не только российские, потому что его инструменты, его пропаганды работают в разных странах, развивает не свободу слова, а развивает вот эти институты пропаганды, опять же, в разных странах. Поэтому, да, мы, конечно, это нас касается, и не только нас, мы, конечно, протестуем, как можем протестуем против этого. И протестуем мирными способами, никто не пытается дубинками вламывать русским туристам понимание в головы, понимание того, что они должны быть против Владимира Путина. Мы рассказываем, мы говорим, мы кричим на всех углах, и мы продолжим это делать. Это никакая не русофобия, мы должны, мы обязаны это делать ради нашей страны, и не только нашей. Я воспользуюсь сам тогда концовкой нашей с тобой беседы, чтобы подчеркнуть еще раз одну вещь. Никаких заранее спланированных политических провокаций при приезде российской делегации Госдумы в Грузию не было. Митинги были абсолютно стихийные, и утром накануне, то есть в день визита этого Гаврилова, когда вечером все узнали, что он уже здесь, и он на следующий день будет в парламенте выступать, активисты, молодые ребята, студенты разных университетов собрались через мессенджеры и группы в Фейсбуке и вышли. Это не политики, это не Саакашвили, который летает там каким-то призраком над Грузией, Россией и всеми остальными. Это народ грузинский, и давайте так, коротко и понятно. Два месяца назад в очередной раз убит гражданин Грузии, Ракли Кворацхели, у границы с Абхазией. Ловил рыбу, сидел. Год назад убит Арчил Татунашвили, которого запытали до смерти в КГБ, так называемой Южной Осетии. Три года назад убит Гигиад Хазория на этой стороне с контролируемой Грузией территорией, выстрелами в упор, под камерой, убийца на свободе, никто его не арестовывал, ничего с ним не делал. Людей похищают каждые две недели. Что значит похищение людей? ФСБ России заходит на территорию подконтрольную Грузии, хватает грузин, тащит туда в КГБ, потом требует выкупы, называет это штрафами и отчитывается публично о пополнении госбюджета. Уважаемые граждане России, вот такая с Грузией ситуация. Никакого роста антироссийских настроений нет. Ты уже это подтвердил, наверное, всеми своими рассказами. Есть просто тот факт, что вам неинтересно и интересуйтесь. И возможно, когда-нибудь, неважно при какой власти, грузины и русские снова смогут, они и так могут сейчас прекрасно сидеть за столом, но понимать друг друга гораздо лучше, чем это есть сейчас. Тебе спасибо большое. Ну и давай продолжать делать, что мы делаем. Может быть, что-то получится полезное. Обязательно получится. Спасибо.